Здравствуйте, мои зрители! В этом видео поговорим о книге Сёрина Киркегора «Понятие страха». Понятие страха «Бегребет Ангест» опубликовано Киркегором в 1844 году. Произведение подписано псевдонимом Вигилии Хауфиенский, то есть не спящий в Копенгагене. В этом трактате, впервые в теологической литературе подробно рассмотрена проблема чувственности и эротики с позиции христианской диалетики. Психологический очерк Киркегора «Понятие страха» целиком посвящен проблеме первородного греха, лежащего в основе страха тревоги. Этот трактат посвящен Паулю Мартину Мюллеру, учителю Сёрина Киркегора, переводчику Аристотеля. В форографе пятом первой главы трактата Киркегор пишет, что страх – это определение грезящего духа, и в качестве такового он принадлежит сфере психологии. В богословском творчестве Киркегора основное внимание уделяется христианской этики, институту церкви, различия между чисто объективными доказательствами христианства, бесконечному качественному различию между человеком и Богом, субъективному отношению личности к Богу-человеку Иисусу Христу, которое пришло через веру. Большая часть его работ посвящена христианской любви. Он крайне критически относится к доктрине и практике христианства как государственной религии, такой как датская церковь. Психологические работы Киркегора исследовали эмоции и чувства людей, когда они сталкиваются с жизненным выбором. Это одно из центральных произведений философа. Здесь происходит квинтэссенция всех его взглядов на страх человека, переданный ему от Адама и Евы и ставший страхом, порождаемым первородным грехом. Настоящее произведение таким образом поставило своей задачей рассмотреть понятие страх психологически, чтобы постоянно иметь инменте, то есть в голове и перед глазами догмат о первородном грехе, так пишет Киркегор. Построение данного произведения более логическое, нежели философское. Автор приемами логики доказывает осмысленность первородного греха Адама и как следствие вину рода человеческого и значимость данного постулата для всей христианской религии. Давая развернутые определения греху и невинности, автор приходит к выводу о том, что конкретное нечто в той или иной степени вызывающее страх у индивидуума, под воздействием догмата первородного греха перерождается во вселенское ничто, порождающее в свою очередь страх само по себе уже одним самим непознанным существованием. И мы видим, как Киркегор разворачивает перед нами рассуждение об объективности страха, роли чувственности в грехе, этические и эстетические коллизии греха, приводящие к определению места женщины в производстве и поддержании догмата первородного греха. Чувственность женщины по мнению Киркегора больше, нежели чувственность мужчины. Эстетически это раскрывается в ее красоте, этически в аспекте продолжения рода. Рассуждая о греческой красоте, автор приходит к выводу, что индивид в страхе перед грехом, находясь одновременно в мгновении и в вечности, сам создает грех. Все страхи в нас самих. Это был очень короткий обзор поднятия страха Сёрина Киркегора. Делать какие-то очень заумные видео по этой книге, брать цитирование из книги или разбирать каждую главу мы с вами не будем, потому что я ставлю это профессиональным философом, у которых есть методология, есть подходы и так далее. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!